Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления наука-наука и техника. Полничтри, 5 января 2020 года дали сигнал. Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления. Изображение – Wikipedia. Одно из самых загадочных космических явлений быстрые радиовсплески. Это короткие, длительностью несколько миллисекунд радиосигналы неизвестной природы, возникающие в результате выброса колоссального количества энергии. С момента их открытия прошло более десятилетия, однако астрофизики до сих пор пытаются выяснить механизмы их возникновения. В качестве возможных источников исследователи называют нейтронные звезды, черные дыры и даже передатчики инопланетных цивилизаций. Лента.ру рассказывает об открытиях прошедшего 2019 года, которые проливают свет на причины появления радиовсплесков. Загадочные сигналы. При быстрых радиовсплесках за миллисекунды выделяется столько энергии, сколько Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Согласно ведущей гипотезе, их причиной выступают катастрофические события, например, слияние двух нейтронных звезд, вспышка при испарении черной дыры или превращение пульсара в черную дыру. Долгое время считалось, что радиовсплески могут происходить лишь единожды, однако в 2015 году было обнаружено, что ранее зарегистрированный быстрый радиовсплеск. FRB. 121102 повторяется непериодическим образом. Изображение. Wikipedia. Тихая галактика. В августе 2019 года международная группа ученых впервые выявила источник одиночного быстрого радиовсплеска. FRB. 180924, который возник в галактике, удаленной на 4 миллиарда световых лет. С помощью радиоинтерферометра. ESCAP. Расположенного в Австралии, астрономы определили местоположение источника. FRB. А затем вычислили расстояние до него, проанализировав данные с оптических наземных телескопов. Gemini, Keck и VLT. Оказалось, что радиовспышка произошла в массивной галактике размером с Млечный путь, в 13 тысячах световых лет от ее центра. Характерной особенностью галактики значится отсутствие процессов рождения новых звезд. Это контрастирует с повторяющимся сигналом. FRB. 121102, который расположен в области активного звездообразования. Таким образом, одиночные и повторяющиеся быстрые радиовсплески должны иметь различное происхождение. В случае АЭС. FRB. 121102, радиосигнал по всем признакам проходил через мощное магнитное поле вокруг магнита особого типа нейтронных звезд. Радиоинтерферометр. ESCAP. Фото. Wikipedia. Восемь близнецов в августе 2019 года в репозитории припринтов. Arxiv.org. Появилась статья канадской коллаборации. Chime. В которой сообщалось об обнаружении восьми повторяющихся радиосигналов. Два источника радиосигналов. FRB. 180916 и. FRB. 181119 вспыхивали больше двух раз. Десять и три раза соответственно. Остальные посылали повторные радиосигналы только по одному разу. При этом самая длинная пауза между регистрацией радиоволн составила 20 часов. По мнению исследователей, это может указывать на то, что на самом деле многие FRB повторяются, но некоторые являются более активными, чем другие. Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления. Кроме того, FRB. 180916 имеет самые низкие показатели дисперсии сигнала, указывающие на относительную близость источника к Земле. Это также может помочь определить природу радиовсплеска, заключили исследователи. Giant Metru Wave Radio Telescope. Фото. Wikipedia. Этот магнитар расположен в 10 тысячах световых лет от Земли. Он был обнаружен в 2003 году, а в 2008 постепенно прекратил испускать радиоизлучение. Однако в 2018 году на нем произошла новая вспышка, которая также постепенно начала затухать. Интересно, что обычно магнитары не испускают радиоизлучение, а XDEJ-1810197 стал первым источником радиоизлучения такого рода. Редкость этого объекта, как и повторяющихся радиовсплесков, навела ученых на мысль, что оба явления могут быть связаны друг с другом. Шумная дыра. В сентябре 2019 года китайские астрономы сообщили, что они обнаружили новые повторяющиеся быстрые радиовсплески. FRB от источника FRB-121102. Сигналы были обнаружены с помощью радиотелескопа с 500-метровой апертурой FAST с 19-лучевым приемником в провинции Гучоу. С конца августа по сентябрь было зафиксировано более 100 всплесков, что является рекордным числом среди всех зафиксированных FRB. К тому моменту ученые стали предполагать, что FRB-121102 сверхмассивная черная дыра, превышающая массу Солнца в 10-100 миллионов раз и порождающая мощное магнитное поле, а непосредственным источником вспышек может быть нейтронная звезда или плазма, испытывающая воздействие со стороны дыры. Другое возможное объяснение заключается в том, что FRB-121102 является намагниченным плерионом туманностью, подпитываемой звездным ветром от пульсара. Хотя пока быстрые радиовсплески остаются необъясненным явлением. В 2019 году научному сообществу было представлено много данных, которые приближают астрономов к разгадке. В этом случае их порождают достаточно экзотические объекты вроде нейтронных звезд, пульсары и магнитары, находящиеся в подходящей межзвездной среде. Одиночные всплески случаются в менее бурных условиях, галактиках, где процессы звездообразования происходят очень медленно. Такие явления, скорее всего, действительно происходят из-за катастрофических процессов.